Мы встречаем наших победителей, да вот Екатерина Владимировна. Наших спортсменов, слепого Евгения и Латышева Вячеслава. Латышев Вячеслав завоевал бронзу, слепых Евгений золото. И мы рады, ура! Русская горнолыжная школа. Москва – это горнолыжный город. Они должны были вернуться с медалями и вернулись с ними. В аэропорт Домодедово приземлился самолет с подмосковными спортсменами и тренерами, победителями и призерами зимних паралимпийских игр «Ну вместе! Спорт». Их встречали представители спортклубов, областного министерства спорта, журналисты. Альтернативные зимние игры в Ханты-Мансийске организовала наша страна для россиян и белорусов, в котором Международный паралимпийский комитет цинично отказал выступлений на играх в Пекине. Зимние соревнования в столице Югры были организованы по международным правилам за короткие семь дней, в то время как Пекину на это потребовалось семь лет. Наряду с россиянами в зимних играх участвовали Белоруссия, Армения, Таджикистан и Казахстан. Как итог – 39 золотых, 40 серебряных и 27 бронзовых медалей. Это безусловное лидерство России в медальном зачете. Следом – Белоруссия с 16 наградами и Армения, в копилке которой одна золотая медаль. В команде «Россия-1» по керлингу на колясках выступил щелковец, чемпион мира по керлингу Виталий Данилов. Его команда обыграла в финале дублера «Россию-2» и завоевала золотом. Гамма эмоций переполняла, особенно когда мы узнали о своем отстранении. Конечно, было непросто пережить этот момент, но когда мы узнали о поддержке государства, что нас не бросят, что нам дают шанс проявить себя, все свои навыки, то мы собрались и ринулись в бой, потому что самая главная цель спортсмена – это, конечно, проявить свое мастерство и доказать, что мы самые лучшие в мире. Виталий Малышев, также спортсмен из Щелкова, завоевал серебро в лыжных гонках, а в биатлоне в категории «Стоя» стал обладателем бронзы. Игроки подмосковной команды «Феникс» составили основу двух российских сборных по слейдж-хоккею, которые сражались между собой в финале. Финальная игра получилась между «Россией-1» и «Россией-2». Оба состава были достойные, все в обоими, каждый мог поехать в Пекин на Паралимпиаду. Но когда я сидел дома, смотрел финал Паралимпийских игр, я понял, что мы бы там всех обыграли. В общей сложности 16 подмосковных спортсменов завоевали 28 медалей, 15 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовых. Уже объявлено, что призеры и их тренеры получат вознаграждение в сумме не менее той, что планировалось выплатить по итогам игр в Пекине. Михаил Налютов, Игорь Поляков, Щелковская телевизия.